Я тоже хочу немножко сказать, но, наверное, почти все знают, что у меня приехал брат на месяц с супругой. На понедельник у них был рейс в Истамбуле. Да, это был самый лучший месяц в его жизни за последние, наверное, несколько лет. Он был очень счастлив. Я его таким давно не видела. И он сказал, что не хочет уезжать. Да, вот, и позавчера мы его встретили днем случайно, мы бегали там по документам. Я его вижу, говорю, а это другой человек. Я говорю, ты так изменился, ты так похорошел, у тебя жизнь в глазах. И он такой, да, да, да. И той казала, да, да, да. Ну и вечером его увезла скорая помощь, у него был инсульт. Вечер-то Линейка го и прибрала, случился инсульт. У него уже было два инсульта. Указал, да. Указал, че имал два инсульта преди това. Да, и врач сказал, что третий он уже не выдержит. И лекар сказал, че третий няма да го издержи. Вот, и сегодня у нас, да, после служения, в полвторого в крематорию мы его будем провожать. Он был здесь позапрошлым служением. Позапрошлым служением. По минулото служение и минулото служение в церкви. И я очень благодарю Бога, что последний месяц он провел с нами, и мы могли ему поделиться вообще любовью с Ним и сделать все для Него. Аз много благодаря на Господь, че последний месяц е бил тук с нас, че успехме да споделим тази любов с Него. Да, и до чего приехала из Софии. И Неговата дъщеря е дошла от София. Да, и я верю, что Бог все усмотрел. И мы вчера за один день, в суббота, успели все сделать, включая переживание. И не за один день, в субботу успехме всичкуда направим, включил на приводни. Спасибо Господу. Ну и кто хочет присоединиться к нам после служения, можете поехать. Так, мы у нас сегодня проповедник. А, за детей я что вышла, я же за детей вышла. След служения нету. Да, давайте. Слава Богу, новая жизнь приходит. Слава Богу, новое живот идва.